Привет дорогой зритель, добро пожаловать на канал выгодных покупок. По многочисленным просьбам сегодня изучим павербанк от Xiaomi третьего поколения с пометкой ультракомпакт. Модель крайне популярная и сегодня мы попробуем выяснить в чем же причина этой самой популярности. Итак, устройство распаковано, а значит можно оценить комплект поставки. Впрочем, в нем нет ничего необычного. Так упаковывается павербанк в фирменную белую картонную коробку, на которой присутствует чересчур длинное название модели, ее изображение, а также характеристики и стикер для проверки устройства на оригинальность. Внутри коробки, помимо самого павербанка, располагается плоский USB-C кабель, гарантийная карточка и мультиязычная инструкция, в которой даже присутствует русский язык. Далее, небольшая странность. Дело в том, что найти эту модель в Китае я просто не смог. Да, она продается на Алиэкспресс, но только в российских магазинах. Я вообще купил ее через Яндекс.Маркет с быстрой курьерской доставкой. Такое ощущение, что Xiaomi выпустили эту модель только для мирового рынка, но не для Китая. Я, если честно, впервые с таким сталкиваюсь. При этом, естественно, продукт на 100% оригинальный. Что касается цены, то я заплатил за него 1400 рублей. Но вообще цены варьируются в зависимости от наглости продавца. В общем, давайте изучать подопытного. Если не брать длинное маркетинговое название, то именуется эта модель PB1022ZM. Ее заявленная емкость 10000 мАч при 3,7 вольта. Не знаю, как сейчас, но ранее повербанки для Xiaomi собирала именитая фирма ZMI, что обуславливало высочайшее качество этих портативных аккумуляторов. Надеюсь, что сотрудничество это продолжается и сейчас. Итак, перед нами черная коробочка из матового пластика, явно приличного качества, с приятной текстурой. Да, Xiaomi, похоже, окончательно ушли от алюминия в качестве материала корпуса. Но для многих это даже плюс, так как пластиковые корпусы легче, меньше царапаются и сами не царапают предметы по соседству. Ну и конечно, когда в названии гордо красуется словосочетание ультракомпакт, нельзя не обратить внимание на размеры. Так, размеры этого повербанка составляют 90 на 64 на 24 миллиметра. Если перемножить эти размеры, мы получим внутренний объем в 138,2 сантиметра кубических. И знаете, это реально очень хороший результат. Ближе к концу обзора я покажу вам сводную таблицу с разными ранее протестированными повербанками. Так вот, спойлер, ультракомпакт будет самый компактный. Хотя, если сравнивать его с легендарным повербанком первого поколения, в чем его легендарность для нашего канала, можете посмотреть вот в этом видео. То окажется, что прогресс невелик и ультракомпакт плюс-минус такого же размера. Я вам даже более того скажу, вдобавок к ультракомпакт, производитель мог без зазрения совести добавить в название еще и ультралайт. Так как и в плане массы повербанк тоже выделился. Так, его масса составляет ровно 200 граммов. И это также рекордные показатели среди десятитысячников, побывавших у нас на обзоре. Как по мне, отличное начало. Теперь давайте избавим верхний торец повербанка от наклейки и увидим, что Xiaomi удивительно консервативные ребята. За 7 лет развития линейки повербанков они лишь освоили стандарт USB-C и добавили второй порт USB-A. Соответственно, порты microUSB и USB-C работают на вход, через них заряжается сам повербанк. Ну а получить запасенную энергию можно через пару гнезд USB-A, а также через то же USB-C гнездо, оно реверсивное. В плане индикации уровня зарядки также без нововведений. 4 LED-индикатора белого цвета, которые активируются кнопкой. В принципе, конечно, пойдет. Современные интерфейсы присутствуют. Заряжать можно до трех устройств одновременно. Приблизительно понять уровень зарядки можно. Но согласитесь, к примеру, до десятитысячника от Baseus с его пятью гнездами, а также дисплеем, отображающим не только заряд, но и напряжение с током, Xiaomi явно не дотягивает. Если что, обзор на этот повербанк найдете вот по этой ссылке. И да, я не пытаюсь как-то принизить Xiaomi, я лишь тонко намекаю, что за 7 лет могли придумать что-то поинтересней. Теперь пройдемся по характеристикам. Как и все нормальные производители, Xiaomi ничего не скрывает и указывает характеристики и на самом устройстве, и на коробке, и, конечно же, в инструкции. Так, в устройстве использован литий-полимерный аккумулятор емкостью в 10 тысяч миллиампер часов при номинальном напряжении в 3,7 вольта. То есть количество запасенной энергии составляет 37 ватт-часов. Повербанк, естественно, поддерживает быструю зарядку и на прием, и на отдачу. Правда, перечень протоколов не указывается. В плане напряжения на выходе нам доступно от 5 до 12 вольт, а максимальная мощность должна составлять до 22,5 ватт. В общем, характеристики стандартные для бюджетного повербанка на повседнев. Кстати, совсем забыл, я, если честно, не планировал обзор на эту модель по ряду причин, даже несмотря на то, что ей часто интересовались. Так вот, все изменили вот эти ребята. Это спонсоры нашего канала из числа обычных дорогих зрителей. Именно они, по сути, оплатили покупку этого устройства и убедили в том, что обзор будет полезен. Ребята, спасибо вам огромное и за поддержку, и за годные советы. Буду с вами честен. Нашему каналу, как и многим ютуберам, сейчас очень тяжко. Думаю, вы и сами заметили, что сейчас многие каналы, чьи авторы не обложились рекламой вдоль и поперек, испытывают огромные трудности и сокращают количество контента. Мы при нашем категоричном отношении к рекламе вообще в полном ауте, и нам все сложнее находить временные и финансовые ресурсы на создание обзоров. Это только кажется, что обзор повербанка это пустяк, но по факту это множество часов тестов, съемок и монтажа. В общем, буду краток, нам нужна ваша поддержка, ведь нам очень не хочется, чтобы наш канал, который мы растили и развивали 7 лет, начал угасать. Поэтому призываю вас воспользоваться ссылкой под видео, перейти на сервис Boosty и оформить хотя бы минимальную подписку. Даже небольшой платеж важен для канала и поможет нам удержать его на плаву. В благодарность для спонсоров мы, кстати, публикуем на Boosty небольшие неформатные ролики, скажем так, лайв-формате. Возможно, и вам они будут интересны. В общем, надеюсь, с вашей помощью наш канал как минимум не заглохнет, а как максимум вернется к прежнему ритму и продолжит развиваться. Вы уж не обижайтесь, что приходится тратить эфирное время на подобные объявления, но честно, с каждым днем все сложнее сохранять оптимизм. И нам, правда, не обойтись без вашей помощи. Теперь без промедления начинаем тесты. И тут последовательность у нас уже сложилась, не будем ее нарушать. Начинаем с того, что выясним, какие протоколы быстрой зарядки на самом деле поддерживает этот павербанк. Берем тестер и приступаем. Итак, раскрывать секреты павербанка будем с помощью тестера FNB48. Подключаем его для начала к гнезду USB-A. И запускаем автодетектирование протоколов. Итак, по итогам проверки нам доступен протокол Apple 2.4 А, battery charging, Samsung AFC с напряжением до 9 вольт, Huawei FCP с тем же напряжением, Quick Charge 2.0 и 3.0. Теперь задействуем гнездо USB Type-C и на нем запустим тот же самый тест. Как это иногда бывает, тест закончился только после повторного подключения тестера. И как вы видите, некоторые протоколы у нас отвалились, но зато появился протокол Power Delivery с мощностью до 25 ватт. Также при помощи еще одного тестера под названием Xiaomi Redmi Note 10 мы проверили поддержку протокола Mi Turbo Charge. И как видите, этот протокол поддерживается. Думаю, это немаловажная информация для владельцев смартфонов Xiaomi. Теперь при помощи вот этих маленьких триггеров проверим число преобразователей, встроенных в этот павербанк. Для начала подключимся к гнезду USB-A. Как видите, на нем активировалась быстрая зарядка с напряжением 12 вольт. Теперь задействуем любое другое гнездо, к примеру, Type-C. Как видите, оба гнезда перезагрузились и теперь оба гнезда не выдают более 5 вольт. Соответственно, как это частенько бывает, в этом павербанке только один умный преобразователь, который может заряжать либо одно устройство быстрой зарядкой, либо до трех устройств, но только обычной зарядкой напряжением 5 вольт. Теперь я добавил к USB-тестеру нагрузочный модуль, а значит мы переходим к измерению мощности этого павербанка. Для начала проверим, сколько он может выдать на гнезде USB-A. Так, в режиме обычной зарядки напряжением 5 вольт нам обещают до 2,4 ампера. Активируем нагрузку на указанное значение. И видим, что павербанк без проблем с очень небольшой просадкой по напряжению выдал 2,4 ампера. Попробуем найти предельный максимум. И уже сейчас видим, что производитель поскромничал. После небольших манипуляций я снимаю уже 3 ампера. Падение напряжения всего 1,1. Идем дальше. И примерно на отметке в 3,2 ампера павербанк отключился. Что ж, неплохо, получили больше, чем нам обещали. Теперь я активировал на павербанке на том же гнезде USB-A быструю зарядку напряжением 12 вольт. И в этом режиме мы должны получить 1,85 ампера. Давайте это проверим. Активируем нагрузку. И видим, что павербанк без проблем выдал заявленное. Напряжение просело на 0,2. Это вполне допустимо. Попробуем найти предельный максимум. Сходу добрались до 2 ампер. И после 2 ампер быстрая зарядка была принудительно прервана. Также, хоть в этом павербанке и только один преобразователь, я все-таки решил замерить мощность и на гнезде USB Type-C. Вдруг оно отрегулировано иначе. Итак, активируем нагрузку. И сходу снимаем 21,5 ватт. И пробуем найти предельный максимум. И как и в прошлый раз, мы получили в районе 23 ватт мощности. Что сказать, производитель крайне точно откалибровал контроллер этого павербанка. И получили мы столько, сколько нам и обещали. Итак, с максимальной мощностью мы разобрались. Теперь давайте разберемся с мощностью минимальной. Как известно, некоторые гаджеты настолько малы и кушают настолько мало, что некоторые павербанки этого потребления просто не замечают и отключаются, не давая устройству зарядиться полностью. В общем, с этим павербанком таких проблем у вас не будет. Просто трижды нажимаем вот на эту кнопку, после чего индикаторы начнут попеременно мигать. Это значит, что павербанк перешел в режим слаботочной зарядки. Ток в этом режиме, вопреки расхожему заблуждению, никак не ограничивается. Павербанк просто перестает засыпать некоторое время. И в таком режиме от него можно заряжать что угодно. Отключаться он не будет. А еще наших зрителей частенько интересует, можно ли заряжать павербанк, и при этом одновременно от павербанка заряжать еще что-то. Ответ – да, можно. Правда, в этом режиме нам будет доступно минимально допустимое напряжение в 4,75 вольта и всего лишь 0,5 ампера. Итак, пока что во всех тестах этот павербанк проявил себя очень неплохо. Посмотрим, как он справится со следующей проверкой. В ней я хочу измерить пульсации напряжения на выходах павербанка. В идеале эти самые пульсации не должны превышать 1-2% от номинального напряжения. И этот параметр очень важен, так как он, во-первых, показывает, насколько качественную начинку использовал производитель, а во-вторых, насколько правильно спроектирована электронная схема этого устройства. Итак, давайте активируем павербанк и проверим его сначала в режиме обычной зарядки напряжением 5 вольт и при токе 2,4 ампера. Как видите, наш осциллограф 1C15 отрисовал осциллограмму. Давайте на нее взглянем. И, как я вижу, результат без преувеличения отличный. Пульсации 46 милливольт, менее 1% от номинальных 5 вольт. Теперь, как вы можете видеть, по работающей нагрузке я увеличил напряжение, то есть активировал быструю зарядку. Сейчас выставлено 9 вольт. Напряжение просило до 8,8 вольта, потому что снимаем мы сейчас 2,5 ампера. Посмотрим на осциллограмму. И пульсация составляет 152 милливольта, то есть примерно 1,5%. Результат нормальный. И, наконец, максимальный режим напряжения практически 12 вольт и ток 1,85 ампера. Взглянем на экран осциллографа. И увидим пульсации 170 милливольт. Если учесть, что в данном режиме пульсации не должны превышать 240 милливольт, устройство вполне укладывается. В общем, как вы поняли, с пульсациями у данного устройства все отлично. Значит, можно отключить осциллограф и продолжить тестирование. Следующим шагом предлагаю выяснить, насколько честной является емкость этого портативного аккумулятора. Напомню, производитель заявляет 10 000 мАч при 3,7 вольта, то есть 37 ватт-часов. Давайте полностью заряженный повербанк разрядим через тестер, который и подсчитает реальную доступную пользователю емкость. Ну и, конечно же, и в этом тесте вам не придется верить нам на слово, так как весь процесс разрядки мы засняли на видео, которое вы сейчас и наблюдаете в многократно ускоренном виде. Как и все 10 000-ники, этот я разряжаю током в 1 ампер. Если что, показатель ватт-часов мы будем рассматривать именно этот показатель, независимый от напряжения, второй на экране тестера. И чем этот показатель будет ближе к заявленным 37 ватт-часам, тем честнее повербанк и тем выше его КПД. Итак, несколько часов теста позади, и повербанк выдал 35,6 ватт-часа. Давайте немного посчитаем и выясним, много это или мало. Так, заявлено было 37 ватт-часов, а получено 35,6 ватт-часа. Если сопоставить два этих числа, то выйдет, что полученный результат меньше заявленного всего на 3,8%, а эффективность этого повербанка в данном режиме примерно 96,2%. Естественно, такой результат позволяет мне полностью подтвердить заявленную емкость. Она здесь честная, 10 000 мАч при 3,7 вольта. И также я могу констатировать достаточно высокий КПД у этого повербанка. Ну и раз уж мы разобрались с объемом встроенного аккумулятора, давайте разберемся и с тем, насколько быстро можно эту самую емкость восполнить. Речь идет, конечно же, о зарядке. Так заряжать повербанк можно двумя режимами, либо обычной зарядкой напряжением 5 вольт, либо быстрой зарядкой от Power Delivery или Quick Charge зарядника. Естественно, быстрее быстрая зарядка, простите за тавтологию. Так, если ваш зарядник может выдать 9,2 вольта и 2,4 ампера, ровно столько потребляет этот повербанк в режиме быстрой зарядки, то восполнить заряд он сможет за 3 часа 23 минуты. Если же применять обычный зарядник, который выдает 5 вольт и 2 ампера, столько в данном режиме потребляет повербанк, то зарядится он не намного дольше, за 4 часа 42 минуты. Вот теперь в моей голове сложилась целостная картинка в отношении этого устройства. В целом придраться мне не к чему. Ну а чтобы вам было проще его оценить, вот вам сводная табличка с данными этого повербанка и тех, которые мы тестировали ранее. Так, ультракомпакт впереди конкурентов по размеру и весу. Как по мне, для повербанков это достаточно важно. В плане мощности все честно, но без сюрпризов в большую сторону. Также радует пульсация напряжения. Но самой сильной стороной, как мне кажется, является поддержка фирменного протокола быстрой зарядки Xiaomi. Думаю, этим он привлечет внимание многих пользователей смартфонов от маленького риса. Как по мне, здорово, что Xiaomi держит марку и продолжает снабжать нас годными повербанками с честными характеристиками. И все же, ребята, ну добавьте вы уже дисплей с вольтамперметром в свои повербанки. Это ведь реально классная и удобная функция. Хотя наверняка большинству из светодиодов будет предостаточно. В общем, повербанк годный, брать можно смело. Ссылку на него, если что, оставлю в описании. А еще можно поддержать нас лайком и позитивным комментарием. Но это только если вам нравится то, что мы делаем. Еще раз огромное спасибо нашим дорогим спонсорам и тем, кто захочет ими стать после этого обзора. Нужная ссылочка также в описании. В общем, смотрите канал выгодных покупок и берите от жизни лучшее.